МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ДИТИЧЕМ ЦЕНТРЫ ЗУБРАНЯ стартовала отмысловая патриотичная змена. Берей Беларусь со своим сердцем! Как гортуется патриотизм, доведалась Катерина Сурма. Радостные покупки в гандовых организациях в области на передние новогодних свят стартовал сезон великих распродажей. Ажитаж, конечно, есть, поэтому делаем скидки, акции. Зарабить на отпочинку 10 миллионов долларов принесло развитие туризма в бюджет Минской области. Центральный регион все-таки наведал около 600 тысяч замежных гостей. Основная большая из них – россияне. Среди постоянных наведывальников нашей краины так само же хоры Украины и Прибалтки. Вся часть от отпочинок в Беларуси привабливает туристов в заходной Европе. Одным из самых популярных накерунков застается Нарачанский край. Туристам пропонуются послуги на любой густ. Это и снатонный отпочинок, и рыболовные туры. А в худшем часе для аматоров фото поляуництва пошли працовать сафари-парк. Сложился контингент постоянных туристов, которые приезжают к нам и по осени, и весной, и в зимнее время. Зима у нас пользуется популярностью. Это новогодние выходные, когда люди приезжают встречать Новый год. Сафари-парк у нас уже существует. Там уже помещены животные. Охота-охота. Это увидеть совсем близко, практически рядом таких животных, как европейский благородный олень. Особливым опытом корыстается агро-экотуризм. На Меньшине працуют больше 5 сотен сядип, прытым их колькость постоянно расти. Гостям пропануются отпочинок с национальным колоритом. Якость белорусского агро-турызма признана во всем свете. Уже не первый год наша краина увлеку лепших в этой сфере. До назначенных здарений в Мядельском районе покинутый без нагляда обагровальник стал причиной пожара на зерней складе. Узгорание отбылось ночью везцы Восова. Уцеглянную побудову с дровляным дахом было добудовано допоможное помешкание. Минами-то тут и почался пожар. В трех отсеках склада заховывалось амаль 80 тонн зерни. У вынику амаль-полову Раджаю Пашкоджина супрационникам МНС удалось вырытывать 28 тонн ячменю. Виновника пожару устанавливают. Четыре человеки потерпели на Минщине у дорожных авариях. Семигодовый пешеход трапил подкола автомобиля, рухающийся по пироходе на зеленый сигнал светлофора. За рулем легковика находился 39-ти годовый мясцовый Жехар. А на Гродинской трассе соткнулись и легковик, и микроутобус. Здарение отбылось у престоличи поблизу везки Новоселье. По попередней информации, Жанчина Кировца при развороте не соступила дорогу иншему. То потерпела не только имоверная виновница аварии, а лей пассажир микроутобуса. Миссия «Добрыни» Пятого снежницы «Светный день волонтера» все лета дата начается уже в 30-й раз. Сирот миллионов доброхватников, некреки тысячи хоров центрального региона. Молодь, пенсионеры и просто небояковые люди. Они допомогают всем, кому необходимый клопот и увага. Активно проводят акции, работают с перекладчиками на спортивных споборницах, робят прыгожей на селенные пункты. Во всех доброчинных справах я не перше. Волонтеры готовы бескорыстливо присвятить свой таллинг, час, энергию любому человеку. Притым робят все это не делят узнагороды, а по заклику сердца. Волонтер сегодня – это прежде всего человек целевстремленный. Волонтер сегодня – это человек, который хочет быть небезразличным в том обществе, в котором живет. И это человек, который хочет самореализоваться за счет той деятельности, которую он делает. За последние годы наблюдается положительная динамика роста числа волонтеров. Мы можем сказать, что в 2011 году волонтеры составляли около тысячи человек наших рядов. А сейчас волонтеров насчитывается 2664 человека. То есть мы говорим о том, что буквально за последние 4 года рост волонтеров практически в два раза. С любовью до родного края у национального детячего центра «Зубраня» подводить выники республиканского конкурса «Живу в Беларуси и Тымга на Руси». Специализованная змена собрала около трех сотен подлетков из всей Украины, которые представят на суд жюри десятки интересных проектов. Хлопцы и девочки имеют возможность проявить себя в разных накерунках. Это и литературная творчество, и фотосправа, и краезнавство, и ландшафтный дизайн. Как гортуется патриотизм, доведалась Катярына Сурма. Молодые патриоты сострелятся на тем же месте и в той же час. В национальном детячем центре «Зубраня» уже склалась и соправдная традиция. На початку «Снежня» тут сбираются финалисты республиканского конкурса «Живу в Беларуси и Тымга на Руси». И они привезли с собой десятки интересных проектов. Так, например, ребята из Грозинской области сняли полновартостный фильм про историческую спадщину Могилевщины. Мы были в трех городах – Могилев, Кировск и Бобруйск. Но почему именно про Могилевскую область? Потому что нам очень понравилось. У Могилевской области очень много разных помников, архитектуры, мемориальных комплексов. Показывая статражительные помники, про которые очень интересно было бы доведаться нашим школьникам и наставникам. Потому что некоторые из них не были в этой области. И всем интересно познакомиться с нечем меньшим, новым. Агульная мета смены – громадско-патриотичное выхование молоди. Но каждый из подлетков смог проявить себя в этом накерунку, который интересно именно ему. Сюда приехали юные техники, историки, литераторы и дизайнеры. У всех около трех сотен человек. Дети не только делятся своими ведами, но и учатся новому. В этом гуртке я делаю разные выработки из ломки. Я до этого не умела это делать. Поэтому я записалась именно на этот гурток, потому что и моя мама любит ломку и кабинет, чтобы показать детям за шевелки. Освоивает тут и сейчасные технологии. Совсем недавно распечатали работу гуртки по флеш-анимации, радиоакерованным моделям и робототехнице. С первого взгляда кажется, что слишком сложные механизмы. Но к каждому механизму есть своя конструкция, есть своя инструкция. То есть можно собрать, разобраться, как она работает. Но и в будущем, когда познакомитесь с работой датчиков и с самим конструктором, есть возможность уже творчески подойти к этому делу и собрать что-то свое. Программа работы и отпочинку вельми насыщенная. У зелья Кузьмины чакают шматрики экскурсий, презентации, конкурсы из поборниц. Поэтому детям суммовать не доводится. Да и они и не зликут их, кто дарма морнует час. Дети, на самом деле, не просто говорят пригожие слова про Беларусь, которые их там научили наставники, какие-нибудь педагоги, а они говорят шире от всего сердца. Когда у них есть некое задание, по их проекту, например, съездят в некое место, снимают некое видео, они над ним работают, укладывают свою душу в это. И потом это их отримуется шире, и они понимают важность этого. Многие из хлопцев у девчата забронил першиню. Некоторые приезжают у другие третий раз. Але все однолького обьяцают вернуться сюда с новыми открытиями. Бери Беларусь со своим сердцем. Катерина Сурма, Миколай Сянчила, Минщина. Радостные покупки жахары Минщины могут подрихтоваться до новогодних святов больше экономно. На протягу Снежни райиспожил товариство в области проводят шматлики акции. Знижки расповсюдживаются на нехарчовые товары, от продукции промысловцев до ювелирных выработок. Такие акции ладятся благодаря суместному понижению коштов, организациями-вытворцами и гандлёвых надбавок. Перецвяточные распродажи корыстаются популярностью у жахару региона, а у гандляров значительно возрастает товар-разворот. Ажиотаж, конечно, есть, поэтому делаем скидки, акции какие-то, чтобы люди у нас движутся, есть, покупают. И я думаю, что будут покупать, потому что Новый год такой праздник, что делают один-одому подарки люди. Сувениры из золота покупают, серебро у нас покупают. Что кому нужно на подарки? На этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.